всем привет на связи максим петров приветствую вас на канале макс капитал где мы говорим о развитии мышления инвестора и формирование собственных инвестиционных портфелей сегодня хотелось бы поговорить про инфляцию самая болезненная тема наверное последних шести месяцев все больше и больше об этом разговоров все больше больше начинаем инфляцию ощущать по собственным кошелькам по ценам магазине на услуги и различного рода товары запишем данное видео формате интервью именно так как спрашивают люди в комментариях которые не изучали экономическую теорию вообще экономику именно понять что же это такое почему инфляция оказывает такое влияние на нашу жизнь на что в принципе влияет инфляция что влияет на инфляцию как эта инфляция управляет и в конечном счете кому в этом случае становится хорошо кому становится плохо и какие инструменты могут защитить наш капитал от инфляции и так поехали помогать не в этом будет злато поэтому давайте начнем зла тебе слово максим приветствую расскажите что вообще такое инфляция и как мы от нее зависим инфляция это рост индекса потребительских цен то есть это когда начинают расти цены на товары мы много говорим про инфляцию на этом канале поэтому я призываю вас подписаться зайти в предыдущие плейлисты посмотреть предыдущие видео там много полезной информации уже мы очень много говорили про инфляцию что влияет если сказать применительно российского человека и резюмируя ответ на вопрос что влияет на инфляцию соответственно есть два фактора которые влияют на инфляцию то есть есть глобальный фактор мировой общемировой это стоимость денег в мире то есть в принципе насколько дорогие или дешево деньги в мире то есть если деньги дешевые если их печатают без граничной эмиссии происходит как это происходит чтобы поддержать экономику в сша начинают печатать доллар соответственно долларов становится много денежная масса в долларах увеличивается и в этом случае долго начинает слабеть и на глобальном рынке на глобальном рынке где присутствуют и другие валюты и японская иена и китайский юань если центральные банки этих стран не имитируют валюту то доллар начинает слабеть ко всем остальным валютам он становится дешевым то есть товары и услуги которые производятся в соединенных штатах америки они на глобальном рынке становятся дешевле потому что другие валюты они более твердые они не дешевеют денежная масса в них не увеличивается и в этом случае американские товары на глобальном рынке конкурируют и начинают производители в америке не покажется странным они начинают выигрывать от этого и поэтому происходит что другие центральные банки и развитых и развивающихся экономик они точно также след за за заединенными штатами америки или понижают процентную ставку или начинает имитировать доллары называют этим программы как угодно но тоже вы начинает увеличивать чтобы это были паритеты в америке растет другие повышают и вот она так идет и поэтому получается что первым фактором который влияет на инфляцию в россии в принципе возникает вопрос кредитно-денежной политики мировых центральных банков что они делают насколько низкие процентные ставки насколько сильно работают печатные станки во всех мировых банках соответственно этот непосредственно сказывается и на россии да потому что мы тоже вынуждены на это реагировать этот основной фактор да то есть инфляционного давления еще дополнительным фактором инфляционного давления является курс доллара почему это является важным именно для россии потому что у нас собственной экономики значительно производящие удовлетворяющие потребности россии россиян потребителей в россии в товарах потребительских в услугах которые мы потребляем она незначительна то есть холодильники бытовую электронику мы закупаем большую часть да то есть промышленные станки мы закупаем оборудование на которых производятся продукты питания но как правило импортное и получается что когда происходит укрепление доллара то есть доллар становится дорогим не потому что сворачивает программу выкупа активов доллар может становиться дорогим потому что цены на нефть упали на сырьевые товары доллар может становиться дорогим не знаю потому что кэри трейдеры из российских облигаций побежали то есть доллар может быть в конце концов дорогим потому что его скупает центральный банк в интересах минфина выполняя бюджетное правило причины могут быть абсолютно разные но когда доллар начинает расти то вот эти вот цены их начинают переписывать техника начинают стоить дороже товары повседневного спроса которые ведутся из китая за которые рассчитываются в долларах становится дороже сцена на товары непосредственно начинают расти и поэтому на россию соответственно на инфляцию внутри россии как влияет как глобальная инфляция в первую очередь этой кредитно-денежная политика мировых центральных банков так и политика самого государства мы тоже уже в одном из видео рассматривали ситуацию связанную с тем что почему там несмотря на высокие цены на сырьевые товары рубль сильно не укрепился да то есть почему доллар ты не упал по той простой причине потому что нам важно сохранить для пополнения бюджета важно сохранить рублевые доходы очень важно сохранить рублевые доходы и поэтому получается что когда цены на сырьевые товары снижаются у нас повышается курс валюты да потому что ничего сложного нет мы больше от этого зарабатывать понятно или непонятно я это объяснил но инфляция в россии соответственно есть традиционные факторы влияющие на инфляцию это факторы связанные с ростом потребления когда у людей растут доходы располагаемые доходы кредиты становятся доступными кредиты дешевые да то есть люди могут активно потреблять они уверены в завтрашнем дне у них растут доходы они получают чеки от государства формы могут быть абсолютно разные когда располагаемый доход на население растет а количество единиц товара и услуг которые производятся на территории страны ограничено то происходит по законным спроса и предложения да то есть желающих купить много количество товаров и услуг ограничено цены начинают расти классическое инфляционное давление связано с кредитным циклом связано с тем что растет экономика кредиты доступные соответственно начинает разгоняться инфляция потому что все уверены в завтрашнем дне первый фактор второй фактор в россии конкретно в россии то есть это в меньшей степени касается развитых экономик это вопрос валютной переоценки да то есть сколько у нас доллар стоит она это уже тоже много факторов достаточно влияет опять-таки как внутри российские так и внешние факторы не будем про это говорить но то есть это факторы которые не связаны с ростом когда инфляция рост цены он объясняется не тем что у нас много желающих купить и денег что у дурака фантика то есть люди хорошо зарабатывают а просто цены переписываются потому что тебя начинает расти рублевая себестоимость то есть ты условно производишь батон продаешь его в российском ритейлере у тебя это батон на итальянском оборудовании пшеницу ты купил в казахстане дрожжи ты купил во франции соответственно в воду тебя отфильтровал фильтр там из италии печь у тебя проведена из нидерландов и расходники к этому и получается что когда ты все это начинаешь опять покупать за доллары у тебя доллар вырос а доллар вырос потому что правительство важно получать высокие доходы в бюджет от рублевых поступлений поэтому это в россии на инфляцию влияют сейчас в настоящий момент факторы связаны с ростом располагаемых доходов их их нет сейчас инфляция у нас она в первую очередь ценовая она связана с импортом инфляции глобальной что увеличивается денежная масса в валюте а также она вызвана вот бюджетным правилам что нам важно сохранить нефтегазовые доходы в рублях чтобы они были высокие какая была инфляция двадцать первом году и какая будет за сторон когда задают такой вопрос на свое время павел михайлович теплухин который был руководителем управляющей компании тройка диалог где начинал свою работу он очень классно выступал харизматичным был держал аудиторию всегда в таком внимании и он всегда говорю кто считает и как считать то есть инфляцию можно посчитать по абсолютно по-разному традиционно рассчитывается и то есть есть потребительская корзина в эту потребительскую корзину входит определенный набор товаров которые рассчитываются есть методология расчета инфляции в принципе если говорить там глобально до нулевых годов инфляция больше индекс цен производителей по сути сколько производителей по какой цене отгружают свои товары соответственно считали по этому показателю то есть насколько растут отпускные цены у производителей на потому что ну понятно логически что если у производителя выросла цена то в этом случае она будет переложена в дальнейшем и на потребителя на то есть поэтому вырастет индекс и потребительских цен вырастет и поэтому ориентиром всегда там до восьмидесятых девяностых годов служил вот этот показатель индекс цен производителей но начиная с двухтысячных годов перестали считать индекс цен производителя рассчитали новую методологию и в америке это и в россии часто применяется когда начали считают то есть сказали вот есть определенная продуктовая корзина сколько она стоит так и будем считать сколько там за электроэнергию сколько пар носков сколько хлеба покупает человек то есть исходя из этого будем считать но носки можно купить там я не знаю за 50 рублей пару а можно купить за две с половиной тысячи рублей пару и посчитать соответственно то есть вот вопрос у тебя а ты цену то какую в итоге посчитал сколько у тебя носки и часто возникают вопрос у людей да почему как бы вот там товары выросли на на очень много да там но по внутренним ощущениям на 30 процентов до инфляция только там на 7-8 процентов дело в том что показатель инфляции он в принципе говорит о темпах обнищания людей если у тебя инфляция 10 процентов то ты через год можешь купить на 10 процентов меньше чем мог купить год назад и это недовольство власти недовольство политикой недовольство денежными властями почему я обнищаю это проценты проценты по депозиту процент учетной ставки центрального банка от учетной ставки центрального банка зависит доходность банковских депозитов зависит доходность облигаций другого капитала то есть принципе вообще в принципе зависит стоимость денег насколько они дешевы или дороги и поэтому происходит, ну, я догадываюсь, что происходит определенный мухлеж с цифрами, потому что опять, ну, какие носки включить, да, то есть батон по сколько посчитать, по 70 рублей, или вот, я не знаю, хлеб там, пол батона покупаем за 250 рублей, да, то есть, какой вот сюда непосредственно включить для расчета потребительской корзины и чью корзину они рассчитывают. Поэтому здесь ключевым ориентиром все-таки я бы по старой методике определял индекс цен производителей, и для понимания, что если официальная инфляция в Соединенных Штатах Америки сейчас там в США по итогам октября-ноября в районе 6-6,2%, то индекс цен производитель там в районе 10,5-11, да, то есть, вот, разница практически в два раза, да, то есть они отличаются в своих показателях. Ну, ответил на вопрос, как рассчитывается? Ага, а что в 22-м? Ну, самое неблагодарное делать какие-то прогнозы, да, что будет в 22-м? Исходя с ответов на предыдущие вопросы, то есть, у нас есть факторы глобальные, макроэкономические, и здесь важно понимать, что будут делать мировые центральные банки. То есть, если мировые центральные банки идут по пути сворачивания программ выкупа активов, они выключают печатные станки, они начинают повышать процентные ставки с целью сдержать инфляцию, то есть, деньги становятся более дорогими. И когда деньги становятся более дорогими, это приводит к тому, что инфляция гаснет. Почему это происходит? Потому что денег становится меньше, они становятся всем нужными. За пользование этими деньгами надо заплатить большие деньги. Если нужно заплатить большие деньги, значит, уничтожь большие риски. И поэтому это приводит к снижению потребительской активности. То есть, люди как бы не боялись, что цены вырастут на фоне инфляционных ожиданий. Они могут покупать автомобили, которые выросли в цене на 20-30%, но если они поймут, что начались сокращения на работе, если они поймут, что они стали работать больше за те же самые деньги, соответственно, у них пропадет потребительская уверенность, они перестанут потреблять, они перестанут цены толкать вверх. И это немного погасит инфляцию. Вопрос, как быстро это произойдет. Поэтому я бы говорил, что сейчас, пока так поступают монетарные власти, мы можем увидеть в начале 2022 года какую-то риторику, связанную с тем, что будет сворачивание программ выкупа активов, что, может быть, еще какое-то время процентные ставки будут на низких значениях, но уже в 2022 году будут уже какие-то конкретные вещи, какие-то конкретные заявления, понимание, что с ковидом происходит, как увеличивается скорость обращения денег, что происходит с экономикой. Удерживает инфляция столь высокие значения, которые она имела в 3-4 квартале 2021 года, они имели временный характер или они все-таки имеют продолжительный характер. И будет понятна реакция. То есть нужно смотреть на реакцию мировых центральных банков, что они будут делать с ликвидностью. Если мы еще сюда затрагиваем непосредственно Россию, нужно смотреть, как Россия будет реагировать. То есть будет ли развиваться вторая волна локдаунов, будет ли Центральный банк еще и насколько повышать процентную ставку, какая риторика по этому поводу будет со стороны главы ЦБРФ Набиулиной, что происходит с ценами на сырьевые товары. Здесь очень много факторов. Пока позиция такая, что разогнавшаяся к концу 2021 года инфляция приведет к тому, что Центральный банк России еще повысит процентные ставки, еще более высокое повышение процентных ставок приведет к тому, что инфляция будет становиться под контроль, но здесь у нас есть такой негативный момент со стороны Турции, который относится к развивающимся рынкам, где президент сказал, ребят, Эрдоган на самом деле послал всех, и меня в том числе, когда я объясняю, от чего зависит инфляция, от процентных ставок. То есть там растет инфляция, в ответ на высокую инфляцию Центральный банк повысил процентные ставки. Эрдоган говорит, что провесили процентные ставки, и Каналмик не растет всем опустить. И если глава Центрального банка не снижает процентную ставку, он его просто увольняет. И за это приводит к тому, что обесценивается лира, и это тоже очень большой вопрос, что произойдет с Турцией, как с развивающейся экономикой, как будет реагировать российский Центральный банк на эти события. Я думаю, что в любом случае начнем мы 22-й год все-таки с продолжения роста инфляции, а там надо смотреть на монетарные стимулы, какие могут быть, потому что некую гипотезу, что мы можем увидеть, а увидеть мы можем ужесточение кредитно-денежной политики, и это приведет к погашению инфляции. С другой стороны, я не исключаю, мы в клубе инвесторов эту концепцию обсуждаем, и как на нее реагировать в том числе. Мы обсуждаем концепцию, связанную с тем, что мы можем еще на протяжении одного-двух лет оказаться в ситуации с растущей инфляцией, с очень низкими процентными ставками, которые будут контролировать. И, кстати, очень многие вещи подтверждаются, почему это будет происходить, из-за чего это будет происходить, и самое главное, как долго это будет происходить. Друзья, если вам интересна эта концепция, мы обсуждаем в закрытом клубе инвесторов. Вот в этом видео мы разыгрываем участие на полгода, еще результаты, итоги не объявлены, поэтому вы можете принять участие, условия именно в этом видео. Второй момент, вы можете получить или купить доступ к нашему закрытому клубу инвесторов, который происходил осенью 2021 года. где я как раз таки рассказывал про концепцию, связанную с тем, что мы можем увидеть еще рост инфляции, более высокий, более продолжительный, еще большей эмиссией долларов, и зачем и для чего это нужно, необходимо, соответственно, все там более подробно объяснил и рассказал. И сейчас очень много вещей, которые, я говорил о том, что мы увидим, скорее всего, низкие процентные ставки, очень плавное выключение печатного станка, даже на фоне разгоняющейся инфляции, как это не покажется странным, мы увидим, вам необходима еще одна волна локдаунов, как примерно это было в 2020 году, сколько это будет продолжаться по времени, и самое главное, зачем это нужно. Если вам действительно интересно это, пожалуйста, welcome в клуб, то есть вы можете просто зайти в клуб, не участвовать ни в каких розыгрышах, просто став платиновым участником, и тогда вы получаете доступ к записи данного съезда бесплатно. Второй вариант, вы можете зайти в клуб через базу знаний и, соответственно, получить со скидкой, или вы просто можете купить участие отдельно в моем выступлении, где я как раз-таки рассказываю про эту концепцию. Какой максимум? Никакого. Это бесконечно? Хороший вопрос, какой максимум, да, то есть это понятие таргетируемый уровень. Сейчас, в последнее время, вообще ни о чем не говорить. То есть таргетируемый уровень для Соединенных Штатов Америки составляет 2-2,5%. Было 2, потом 2,5%, потом сказали 3, в принципе, не страшно. Даже 3,5% не страшно, мы размажем среднее значение за последние 10 лет. Поэтому сказать, опять-таки, кто и как считает. Говорить можно что угодно, нужно смотреть на реальные действия, что происходит. Пока вот инфляция, мы видим конкретные цифры. Индекс потребительских цен 6,26%, индекс цен производителей 10-11%, в Китае вообще 14,5% индекс цен производителей. Куда еще это может улететь, непонятно. То есть экономика глобальна. И здесь очень важно просто иметь антиинфляционные инструменты. И неоднократно про это уже было сказано. Вот это и вот это вот видео, которое сейчас вы видите у себя, топ-5 компаний на российском и международном рынке. Посмотрите их еще раз очень внимательно. И здесь нужно понимать подход Уоррена Баффета, когда он говорит, что нужно покупать коммерческих коров. То есть как характеризуется актив коммерческая корова, как раз-таки первое, это инфляционная составляющая. То есть в цене актива должна быть инфляционная составляющая. Если я покупаю корову, а в стране высокая инфляция, вне зависимости от того, какой баланс спроса и предложения на коров в настоящий момент на рынке, инфляцию, в конечном счете, цена на корову, она индексирует инфляцию. То есть высокая инфляция приведет к тому, что цена на корову вырастет. Да, может быть, в моменте все будут продавать коров. Вопросов нет. Но все равно в долгосрочном периоде, даже если инфляция будет высокая, вот эта инфляция, она будет заложена в цену коровы. Второй момент, что есть промежуточный доход, который ты получаешь. То есть корова дает промежуточное молоко, которое ты можешь продать на рынке и купить еще одну корову. То есть фактически тебе, чтобы увеличить количество коров, которыми ты владеешь, тебе нужно не активный доход увеличивать, чтобы накопить на еще одну корову, а эта корова тебе производит молоко, за которое ты получаешь деньги. И получается, ну, корову производят корову, вплоть до того, что она может теленкой родить. И здесь получается, что то же самое. Когда мы говорим вот в таких простых понятиях, как защитить денежные средства от инфляции, мы понимаем, что вот такими коммерческими коровами являются акции, в какой-то степени является недвижимость, которая сдается в аренду. И тут уже ключевым показателем является, а какие надои у молока. То есть ты можешь купить недвижимость с арендной доходностью 4%. И получается, что это корова, которая тебе дает 4 литра молока в день. Ты можешь посмотреть на акции Русагра, которая дает тебе 12,5% годовых валюте в год. И получается, когда я выбираю, какую корову купить, одна корова имеет на дое 4 литра в день, другая корова имеет на дое 12,5 литра в день. Первую корову, то есть у нас средняя цена, деленная на прибыль, в недвижимости, PR показатель составляет в районе, сейчас уже, в районе 25-30. Это значит, что инвестиции в корову, у меня будут окупаться, которая приносит 4,5 литра молока, у меня будут окупаться 25-30 лет. Инвестиции в корову, которая мне приносит 12,5 литров молока, у меня окупятся за 3 года. То есть такая рентабельность, такие на дое. То есть молоко еще само по себе более жирное, которое мы получаем. Вот и все. С таких позиций, когда вы смотрите, простых очень, элементарных, то в этом случае проще становятся вопросы выбора. И да, опять-таки, есть рыночные законы, есть панический мистер рынок, который прибежит, и завтра за мои активы будет предлагать мне меньшие деньги. Но опять-таки, когда я понимаю, что я купил коммерческую корову, меня это нисколько не волнует долгосрочно. Это тот инструмент, который, в принципе, может защитить от инфляции. Компании, создающие прибавочную стоимость. И задача получать эту прибавочную стоимость, чтобы она позволяла мне увеличивать долю владения. Почему инфляция растет, а зарплаты не растут? Ну, это смотря где. В Америке зарплаты растут. Несмотря ни на что, зарплаты растут. Опять-таки, причины, причины инфляции нужно понимать, причины какие. Если мы говорим, допустим, про Америку, то же самое, там реально зарплаты растут, они увеличиваются. Потому что денежные средства, денежная масса поступила конечным потребителям. То есть у людей деньги напечатали, и часть этих денег перепала реально население. Соответственно, это население стало эти деньги тратить. Производитель товаров или услуг, Макдональдс тот же самый, он стал продавать своим Буганбургерам больше. И больше в количественном выражении, и больше в денежном выражении. То есть количество денег, которое Макдональдс стал получать, стало больше. И поэтому он вполне может позволить увеличить зарплату людям, которые согласились бы прийти к нему работать. Все же с чеками еще заработать, отказались приходить. И зарплаты тоже растут. В России вообще совершенно другая история. У нас не было такой поддержки со стороны государства. У нас инфляция не столько из-за роста располагаемых доходов, потому что центральный банк напечатал денег, правительство выпустило ОФЗ, полученные деньги раздало население. Не-не-не, ребят, у нас такого не произошло. То есть у нас получается преимущественная инфляция, то есть она не потребительская, она больше денежного характера носит. Перерисовка цифр. Если в Америке увеличилось количество потребления и еще ценники переписали, то есть у тебя получается выручка растет за счет двух обстоятельств. Ты гамбургеров продаешь больше, и у тебя гамбургер стоит дороже. И поэтому получается, что Макдональдс у него растет в итоге операционная прибыль, и из-за того, что он больше гамбургеров продает, потому что люди едят их больше, стали они стали ходить в этот Макдональдс. И, соответственно, цена на Биг Мак выросла. В России что произошло? В России цена выросла, а количество производимого в единицах штук товаров и услуг не увеличилось. То есть у нас люди не стали больше потреблять, ну, за редким исключением. И поэтому таким образом произошло, что компании, они, да, переписали ценники, но не стали зарабатывать больше, чтобы платить более высокую заработную плату. Вот и все. Спасибо большое за ответ на вопрос. Пожалуйста. Друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Если какие-то вещи нужно разъяснить более подробно, обязательно оставляйте комментарии. Если нет ответа на комментарии, это не значит, что мы не читаем. Мы их обязательно учитываем. И наиболее важные, ценные замечания мы обязательно учитываем в следующих видео. Мы должны понимать, что мы работаем в режиме реального времени и все комментарии читаем, оцениваем. И действительно, если это конструктивный какой-то комментарий, это может быть критика, это может быть пожелание, мы стараемся отвечать в будущих видео на эти вопросы. Поэтому для нас это очень важная обратная связь. Обязательно коммент, лайк, чтобы понравилось видео, колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Особенно новые видео, которые сейчас, с 22 года будут происходить, где мы будем предоставлять возможность бесплатно в рамках розыгрыша принять участие в одном из наших платных практикумов, мастер-классов, участие в съезде инвесторов или вообще выиграть участие в платиновой группе закрытого клуба инвесторов MaxCapital. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok